МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мои телезрители канала Афонтова и мои подписчики на моем канале. Голова садовая тетя Таня на ютюбе. Я очень рада вас видеть. И сегодня мы будем говорить о Чиполино. Помните сказку? Конечно, это дядюшка лук который. Лук, он просто необходим к нашему столу настолько, что мы даже сами себе не представляем, как он необходим. Мало того, что он убивает все бактерии в наших кишечниках, а витамина С сколько приносит, а фитонциды, которыми мы дышим. Ну, конечно, воняет еще тот запашок. Ну, так это ж польза. И ни одно блюдо, уж поверьте, и я вас убеждать даже не буду, вы сами это знаете, не получится вкусно, если нет лука. Как все-таки сделать так, чтобы лук замечательно хранился? Для этого требуется та же предпосадочная подготовка. Неважно, под зиму вы лук посадите. Он совершенно спокойно растет и прекрасно начинает образовывать луковицу гораздо раньше, чем вот этот лук, который посажен весной. Вы все время со мной спорите. А давно бы пора принять как данность то, что я говорю, и делать так же. Вот ну просто поступите так же. Купили в магазине посадочный материал, подсушили его слегка, не надо на батарею пихать, просто разложите на газетки, подсушите и уберите под диван, в диван или в прихожую, или в антресоль, там, где температура 18-17 градусов, и она не меняется. Вам что, тяжело перед посадкой? Вот раствор, который мы сделали, карбофос, вам что, трудно на полчаса вот сюда вот ссыпать весь свой посадочный материал, а потом на полчаса вот в этот Максим, а то начинается. Только лук зазеленел, все зажелтели кончики. А почему? Да по кочану, потому что у него вот здесь в Донце уже живут луковые червяки, и луковая муха не обошла его стороной, и он храниться у вас не будет. И мы начинаем с вами эпопею. То солью поливаем, то стиральным порошком, то еще какой-нибудь, простите меня, не могу сказать, тенью. Вот. И, конечно, мы его спасаем все время. А его не спасать надо. Его надо обработать предварительно. А вот это спасение, оно может и не пригодиться. Хотя в земле тоже. Если вы лук садите на одном и том же месте 115 лет, конечно, там будут просто невероятное количество этих замечательных червяков луковых. И они весь лук ваш поедят. Ну, посадите вы на место, где морковка была. Луковая муха и морковная муха, они друг друга ненавидят, и ничего там у вас не заведется. И, пожалуйста, хватит сажать друг на друга. Все-таки соблюдая расстояние между луковицей, так, чтобы луковицы друг друга не перекрывали, когда они вырастут. Видите, какое нужно расстояние? Вот здесь луковка, и вот здесь луковка. Вот столько хотя бы. А между рядами 30 сантиметров. Ну что, опять жаба давит. Это жаба, а это какое-то страшное чудовище, которое столько народу съело. Ну, хватит уже. Вот просто заставьте себя посадить два ряда здесь, два ряда на другой стороне грядки. И у вас все получится. Обработка, запоминайте, карбофос. Столовая ложка на 5 литров. Максим, одна ампула на 5 литров. Этого достаточно, чтобы ваши растения были здоровы. Но нет другого народного метода, не химического, к сожалению. Понимаете? Нет. Ваша земля должна быть подготовлена к посадке лука. Это должно быть в начале мая всегда, а не в конце мая. У лука нету времени столько. Мы в Сибири живем, вы что, забыли? Значит, грядка подготовлена каким образом? Перекопана, не обязательно глубоко. У лука нет большой корневой системы. И обязательно туда внесена, должна быть в достаточном количестве зала. Почему зала? Потому что сто раз уже говорила, что нужно довести PH, то есть кислотность почвы, до чуть щелочного состояния. Только зала это может сделать. Нет таких препаратов. Ни доломитовая мука, ни известь, ни мел этого не сделают. Они остановятся на нейтральной реакции. А луку и чесноку нужна слегка щелочная почва. Услышали меня? Я надеюсь. Если вы хотите внести органическое удобрение, да бога ради, пусть это будет перегной 5-7 летней выдержки. Слышите? Не на следующий год, не через 3 года. Но 4 года должен отлежать как минимум. Вот тогда вы его можете внести в землю. Не в лунки, не в бороздки, а под перекопку осенью. Зала под перекопку осенью. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вы весной не забыли про минералочку. Ведь азот дает большую луковицу. Фосфор дает хорошую корневую систему. Калий дает не только луковицу сладкую, а еще и защищенную от болезней для хранения. Всего-то НПК это 3 удобрения. Это основные удобрения. Азот, калий и фосфор. Все остальные тоже нужны микроэлементы. Ну, я не понимаю, вот зачем вырастить такой урожай, вы видели в теплице, там не менее 5 ведер, чтобы потом на помойку его отнести. Мне просто жалко. Жалко свой труд. Жалко, что мы останемся без лука. Знаете что? Вот этот экономический кризис, он дал нам по карману. Ну вот наши деньги, понимаете? Вот они. Вот мы сэкономили. Мы все лето трудились. И мы не будем покупать лук, не будем покупать капусту, морковь, свеклу. Да мы уже всего там вареньев наварили. Да плевало на этот экономический кризис. Он мне вообще до одного места. Вот. А если вы будете поступать так, как вы хотите, и считаете, что вы умнее всех, и мне бабушка там еще говорила, да поверьте мне, бабушка должна быть биологом, или там, не знаю, еще кем-то в этом роде, агрономом, чтобы она понимала, что она делала. А в прошлом веке, знаете, не очень было развито огородничество, если честно. Это было только в промышленных масштабах. Дальше не так давно появились. Поэтому делайте. Я же... Вы поймите, что я стараюсь облегчить вам труд. Один раз сделайте как следует. Один раз за один день все как следует. И забудьте вы про это. Не будете вы летом мучиться. А вы меня не слышите похоже. Ну, я уже перестала ругаться. Я хорошая, белая, пушистая. Все, заканчиваем с луком. А я еще хотела сказать, почему лук-то мы должны положить вот так вот, сушиться? Почему вообще мы ему подламываем перо и заставляем перо лечь вот в горизонтальном положении? А вы не забыли, что происходит с растением, если оно стоит вот так вертикально? Смотрите, идут питательные вещества, заходят в луковицу, возвращаются назад и начинают крутиться в верхней части. Так устроена природа. А как только мы его положили, смотрите, что происходит. Идут питательные вещества сюда, тут же возвращаются в луковицу и начинают ее кормить. То есть они все подтягиваются сюда, образуя вот такие замечательные, хорошие, плотные. И опять же в несколько рубашек луковицы, которые хранятся будут просто потрясающие. Ну все, на этом я закончу.